В чилийском городе Сан-Педро-де-Атакама хранятся сенсационные, возмутительные и необъяснимые для науки экспонаты. Это черепа, извлеченные археологами из-за хоронений вокруг. На первый взгляд это останки гуманоидов. Но форма этих черепов далека от человеческой. Кости вытянуты так, будто мозг этих существ по объему вдвое превышал серое вещество современного хомосапиенс. Если восстановить облик древних обитателей здешних мест, они окажутся похожими на пришельцев из НЛО, как их описывают очевидцы. Судя по количеству черепов, на территории Южной Америки долгое время проживала целая раса этих странных существ. Их тут более пяти тысячи. Какую тайну хранят эти останки? Кем на самом деле были местные жители? И какие способности давала подобная форма головы? Загадочные удлиненные черепа найдены не только на территории Южной Америки. Отдельные находки были сделаны во всем мире. Даже на территории России, в Омской области и низовьях Дона, археологи обнаружили два скелета с подобной формой головы. Что все это означает? Укладываются ли эти артефакты в теорию Тарвина? И как на самом деле выглядели наши предки? Ученые это объясняют очень примитивно и просто. Мол, был какой-то культ подобных черепов. С помощью повязок и дощечек ребенку делали такую, так сказать, накладку на череп. После чего череп действительно удлинялся. Превращался в какой-то яйцеобразный такой сосуд. Ученые пришли к выводу, что черепа принадлежат древним людям. Таким же, как и современный человек-разум. По версии историков, они ничем не отмечались от нас. Просто у них была странная мода. Детей правителей или первосвященников с первых дней жизни уродовали таким образом. Майкл Кремо, известный американский археолог и антрополог. Специалист в области археологических аномалий и противник теории Дарвина. Он много лет изучает странные находки и уверен, в учебниках написана недостоверная история человечества. Удлиненный череп можно объяснить по-разному. Первое, это деформация черепа, когда ребенок маленький. Кости черепа очень мягкие, и пока он растет, возможно на него как-то воздействовать. Чтобы череп развивался в определенном направлении. Но возникает вопрос, почему они хотели, чтобы было так? С этим обычаем не все так просто. Ведь речь идет о детях-аристократах. Золотом генофонде всех античных цивилизаций. У древних людей должно было быть очень веское основание для того, чтобы такой ребенок полжизни терпел адскую боль и неудобства, причиняемые тисками для головы. Объяснение этому обычаю есть в легендах всех стран мира, но ученые отмахиваются от него. Священные тексты гласят, царские дети должны были стать как боги. Означает ли это, что древние люди видели кого-то с подобной формой головы и принимали этих существ за бога? Предполагаю, что люди на Земле могли делать то, чтобы череп ребенка стал длинным, в связи с тем, что они видели внеземных людей, у которых череп был такой же. Самые известные правители с вытянутым черепом – египетский фараон Эхнатон, который правил более трех тысяч лет назад, его супруга Нефертити и их дети. Эта царственная семья всегда изображалась в огромных головных уборах, коронах атов или атлантийских диадемах. Можно подумать, что в те времена была такая причудливая мода. Однако есть статуэтки и изображения маленьких дочерей Эхнатона и Нефертити. У них действительно аномально вытянутая голова. Похоже, тут дело не в шляпе, а в реальных размерах черепа. Есть фантастическая версия, что эти фараоны были детьми богов-инопланетян, но проверить ее невозможно. Мумии Нефертити и ее дочерей пока не найдены. Недавно обнаружена мумия, которую считают телом Эхнатона, но точка в этом вопросе пока не поставлена. Как известно из хроник Египта, первые цари там появились где-то приблизительно 35-38 тысяч лет до нашей эры. Они были пришельцами со звезд. Затем их сменили полубоги-получеловеки, которые были потомками этих царей. Исследователи обратили внимание еще на один загадочный признак царицы Нефертити. Они делали свои выводы на основе ее знаменитого глиняного бюста, который хранится в Берлинском музее. Если считать, что статуя сделана в масштабе один к одному, тогда у царицы чересчур длинная шея. Такая шея была бы нормальной, только если рост царицы достигал трех метров. Нефертити тоже, видимо, обладала вытянутым черепом. Ни на одном рисунке я, правда, не видел именно этих фараонов его супруги без царской короны. А царская корона в Древнем Египте и Нижнего Египта, и Верхнего Египта, как известно, имеют вид такого тоже вытянутого купола. Она словно бы признана того, чтобы закрыть, скрыть истинную форму черепа. Академик Веркуа считает, необходимо тщательное изучение места захоронения и анализ костей. Вскоре научное сообщество твердо намерено добиться ясности в легендах о великане. Из Харагаули, из музея Трайвеческого, ко мне обратились с просьбой, с просьбой, чтобы я поддержал их заявление о том, что там надо провести раскопки, что это очень интересный могильник. В мире известны случаи, когда неудобные для официальной науки артефакты замалчиваются и просто исчезают из запасников музеев. Древняя история хранит множество старинных предметов и костей, которые не вписываются в общепринятую картину мира. В случае с останками великана, этот научный факт будет означать, что на Земле до людей жили и другие разумные существа, возможно, даже целая цивилизация. Первым летописцем, рассказавшим о расе гигантов, был древнегреческий историк Платон. В своих диалогах Тимей и Критий он впервые поведал человечеству об Атлантиде. Эти тексты рассказывают о некогда могущественном островном государстве, которое жило по законам добра и справедливости. Как гласят легенды, атланты владели даже по нынешним меркам передовыми технологиями. Атлантида была достаточно развитым государством на фоне того, что все остальные сообщества человеческие в это время были еще в достаточно неразвитом состоянии. То есть там было реплавание, фортификационное сооружение, что очень важно, выплавка цветных металлов, металлорехалка и так далее. И это все входит в полное противоречие с тем, что оно вообще известно о истории выплавки первых металлов, допустим, в Дворечии, в Месопотамии и вообще развитии человеческого общества. Впечатление такое, что Атлантида была какой-то достаточно высокой цивилизацией, которая потом погибла. Атланты строили прекрасные города, были замечательными корабелами. Их мастера умели переплавлять металл и обрабатывать любые природные породы. Жители Атлантиды создавали различные летательные аппараты, которые легко поднимали их не только в атмосферу, но и, возможно, за ее пределами. Доктор Аксель Хаусман, физик из Афенского технического университета, много лет занимается поисками Атлантиды. Атланты, согласно диалогам Платона, первыми из людей научились обработке металлов. Они обрабатывали медь и золото, они умели обрабатывать камни. Это была первая высокая культура со своей письменностью, с разделением общества на касты, священников, воинов, крестьян и так далее. У них было прогрессивное сельское хозяйство, они умели искусственно орошать поля, и поэтому собирали более богатый урожай. На этом острове, в Атлантическом океане, жили люди высокого роста и прекрасной внешности. Но почему же Атлантида погибла, если была так развита? Многие историки считают, что это произошло из-за катаклизмов, которые последовали на Земле один за другим, катастроф, которые сотрясали Землю древности. В результате этих катастроф многие протоцивилизации считают, коллеги погибли. Но таково мнение современной науки. А если взять моральную составляющую этой проблемы, то можно сказать, что Атланты, осознав свое могущество, вознеслись над миром, что они впали в гордыню, они почли себя равными богам и могущими решать судьбы мира. Древние тексты свидетельствуют, что жители Атлантиды владели левитацией, телекинезом и ясновителем. Возможно, именно они построили на планете мегалитические сооружения из огромных каменных блоков, используя неизвестные нам приемы и технологии. Третий глаз у них работал очень хорошо. Они могли прослеживать ход событий, и, соответственно, они могли владеть гипнозом, они могли владеть телепортацией, телекинезом, могли внушать свои мысли на расстояние. Все это, конечно же, является скрытыми возможностями человеческого организма. По мнению экспертов, Атлантида уничтожила глобальная планетарная катастрофа. Однако ее жители предвидели ее и успели спастись. Они переселились на территорию Северной Африки и создали египетскую цивилизацию. Возможно, традиция вытянутых черепов и пошла от потомков атлантов. Если они владели паранормальными способностями, их мозг мог иметь больший объем. Не исключено, что атланты и были теми самыми богами, которых копировали остальные древние народы. После гибели Атлантиды эти атланты рассеялись по всей земле, спаслись, и, видимо, они и стали богами-царями во многих регионах земли. И местные жители подражали им, так как, например, многие народы земли подражали своим царям. Можно сделать вывод о том, что когда-то в Египте правили либо атланты, либо потомков атлантов, либо инопланетяны с вытянутыми черепами. Но атланты были не единственными высокоразвитыми исполинами на этой планете. Древние тибетские и индийские тексты рассказывают, что задолго до них в Тихом океане располагалась огромная земля, где жили великаны, превосходившие ростом и развитием даже атлантов. И они тоже погибли в результате глобального природного катаклизма. В разных источниках эта цивилизация называется Лемурия, Земля-Му или Пацифида. Там обитали гиганты, которые строили свои города из огромных камней и лавы. Очень мощная техномагическая цивилизация. То есть люди уже начали делать машины, но машины, которые использовали и технические принципы, и принципы магии. То есть они использовали жизненную энергию как источник движения. Ну и вот описывалось много всяких машин такого рода. Особенно мне запомнились летательные машины. Они назывались Павота. И выглядели как щит. Ну тут аналогия с НЛО, как бы, что называется, сама напрашивается. И вот эта цивилизация, значит, она очень бурно стала развиваться, достигла очень высокого материального благополучия. Любопытно, что в наши дни на Гавайях сохранилась необычная организация. Общество с очень древними корнями. Это шаманы, которые сами себя называют кахунами. Они верят, что Гавайские острова в самом центре Тихого океана находятся не случайно. Это вершины самых высоких лемурийских гор. То есть, если посмотрите на глубинные карты, то мы увидим, что эти горы были там в несколько раз выше, чем нынешний Эверест. Потому что, значит, современные горы, которые остались на Гавайских островах, вот одна из самых высоких гор, называется Манокэ, вот это гора вулкан. Ну там все, в принципе, горы не вулканического происхождения. Вот на ней находится самая крупная в мире обсерватория американская. Вот. И у нее высота где-то около 6 тысяч метров. А если одна океана, то получается, что она, говорит, за 10 тысяч метров была. Вот когда, значит, лемурия была. Культура народов Гавайев, а точнее их боевые техники, странным образом схожа с теми, которые практикуют народы Индии или Китая. Но ведь это очень древние традиции. Предположить, что много веков назад люди просто обменивались знаниями через океан, было бы абсурдным. Значит, они могли общаться, передвигаясь по суше. Получается, Гавайские острова были центром гигантского континента. И наука не возражает против такой теории. Достаточно опустить воду в океане на 100 метров, и все подтвердится. Всплывут сразу острова океании. Австралия соединится с Южной Азией в единый материк. Через те острова, которые мы имеем. Ява, Суматра, Борнео, Новая Гвинея и так далее и подобное. Более того, Индия соединится с островом Шри-Ланка, единый континент. И дальше протянется огромное пространство в Индийский океан, уже на юг. Более того, Мадагаскар с сельскими островами соединится. В Тихом океане появится огромный кусок суши. Возможно, именно эта земля и называлась Лимурией. Однако многие исследователи помещают этот древний исчезнувший континент совсем в другое место. В Индийский океан. Подтверждением этой теории служат уникальные виды животных, обитающие на его островах и побережьях. Говоря о лимурийцах и пацифидах, можно сказать о том, что это, в принципе, были представители одной и той же цивилизации. Лимурийцами их назвали по ареалу обитания лемуров, обезьян человекоподобных, которые жили именно в тех районах, где предположительно существовала лемурия. В 20 веке криптозоологи сделали удивительное открытие. Оказывается, мифическая птица Рух, которая упоминается в сказаниях о Сен-Баде-Мареходе, не просто существовала на самом деле, а более того, дожила до 19 века. Ее останки были обнаружены, после чего вид получил название Эпиорнис. Обитала гигантская пернатая на острове Мадагаскар, но было полностью истреблено. На одном из костных, старых, чуть ли не окаменевших остатках этой птицы обнаружили медное кольцо, датируемое 4-м тысячелетиям до нашей эры. А кольцо это относится ни больше, ни меньше, как к древней цивилизации Харапет Махенджидара, то есть в Индии. В Индии, и она существовала там в 5-м, 4-м, 3-м тысячелетиям до нашей эры. Была уничтожена, как я сказал, каким-то, возможно, даже ядерным катаклизмом. Это навело на мысль, что когда-то между Мадагаскаром и Индийским полуостровом был мост, по которому могли путешествовать древние люди и животные. Люди заселяли Лемурию, которая образовала Индия и Мадагаскар вместе взятых. 94 миллиона лет назад Индия и Мадагаскар откололись от Гондваны. Впоследствии они еще раз раскололись, Мадагаскар и Индия. Мадагаскар остался около Африки, а Индия врезалась в Евразию, в Азию с юга. И образовала Гималайя. Так вот, эти лемурийцы, они, видимо, обитали этот суперконтинент. Еще одно странное совпадение. На Мадагаскаре и Филиппинах обитают животные, которые не встречаются больше нигде в мире. Лемурия. Этих зверьков будто кто-то специально взял и поселил в определенных местах планеты. В Лемурии уже жили боги и люди, ну скажем так, соу-соу вместе пополам. И люди воспринимали знания богов. Потом пришел опять очередной катаклизм, потоп. Потому что Лемурия была, находилась где-то в районе, ну сейчас, океани. Нан-Мандо. Всеми так известны нынче. Вот. Опять все это затопило, извержения, там, катаклизмы. Опять люди и боги как-то переселились и основали МУ. Новую цивилизацию МУ. Вся наука построена на том, что современный человек – это вершина эволюции жизни на Земле. Почему только один биологический вид смог стать разумным, имея равные шансы среди остальных животных? С точки зрения природы, люди – одни из самых слабых существ. Мы беззащитны перед любым крупным хищником. Но хрупкость не погубила нас, а заставила создать сложнейшие механизмы выживания. Что именно подтолкнуло наше личное развитие и вывело разум на иной уровень? Наука пока не дает ответа на этот вопрос. Ну, еще 10 лет назад, в общем-то, общепринято было, что Дарвин был прав. И особо как бы не актуализировались вот те артефакты и факты, которые противоречили теории Дарвина. Ну, где-то лет 12 назад стали поступать сведения о новых находках из Африки в основном, которые, в общем-то, заставили усомниться в теории Дарвина. В частности, в семиальной теории Дарвина. Это, так сказать, обезьянья теория, как раз касаемо того, что человек произошел от обезьяны. Ученые долго искали промежуточный вид, недостающее звено в цепи эволюции. И вот, наконец, в начале 21 века в Африке и Австралии были сделаны громкие археологические открытия. Палеоантропологи заявили, что недостающее звено найдено. Но даже они сами не смогли признать триумф науки. Звено оказалось таким, что ученые поспешили заявить, будто обезьяны не предки человека. Это две разные... Вот мы с вами можем разговаривать друг с другом. Мы можем разговаривать осмысленной синтаксической речью. Это мы делаем благодаря гортани. Она расположена глубоко в нашем горле, а вот у любого другого млекопитающего, даже у обезьян, гортань расположена гораздо выше. Но за возможность разговаривать люди заплатили очень высокую цену. С точки зрения эволюции, такое расположение гортани у людей нецелесообразно. А цена у этой способности высока, потому что человек может захлебнуться. Или, к примеру, во время бега ему постоянно недостают воздуха. Воздуху в человеческой гортани приходится преодолевать два прямых угла. У других млекопитающих таких проблем нет. Всё это означает, что природа не могла за столь короткое по меркам истории время так серьёзно изменить строение целого органа. Кто-то ей помог. Если мы возьмём Библию, то в Библии идёт прямой текст, что Бог был один, Но сначала были какие-то люди, которые любили земных женщин и брали их в жёны. И вот, может быть, они улучшали человеческую расу. Потому что мы не знаем, почему Пятикантроп неожиданно сменился неандертальцем. Исследователей потрясла история происхождения человека, описанная в древних текстах. Старейшей на Земле цивилизацией считаются шумеры. Этот народ возник в долине между реками Тигр и Ефрат 8 тысяч лет назад, будто неоткуда. Эта высокоразвитая нация знала астрономию и высшую математику, медицину и юриспруденцию. Шумеры считали, что человека создали боги, анунаки, прилетевшие с планеты Нибиро. По шумерским текстам, когда мы находим там свидетельство о том, что боги пришли, боги появились, но, естественно, никакого указания на то, что боги прилетели там нет, мы находим и то, что эти боги именовались шумерами анунак. Анунаки добывали на Земле золото и другие полезные ископаемые. Однажды богам надоело трудиться на рудниках, и они решили сделать работников по своему образу и подобию. Бог Энки, начальник шахтных работ, и богиня Суд, отвечающая за врачевание, взяли, как написано, сущность молодого анунака и смешали с яйцеклетками самки-обезьяны этой планеты. Выносила плод другая богиня. Так родилось смешанное существо-человек. Кто, скажите мне, возможно, благодаря применению высоких генных технологий, довел гоминидов, то есть наших предков, до нашего уровня? Благодаря чему мы можем разговаривать друг с другом? Возможно, это удачное доказательство вмешательства внеземных цивилизаций в наше прошлое. Сначала шумерские гибриды людей и богов не могли размножаться сами. Их рожали богини-ануннаки. Но позднее Энки добавила людям эту возможность, что вызвало гнев остальных богов. Историки считают, что часть этого мифа – история об Адаме и Еве, вкусивших с древа познания. А истина намного прозаичнее. На землю полетели ануннаки и с планеты Нибиру, человекообразные существа, которые создали рабов для своих копий по добыче золота и других полезных ископаемых из того генетического материала, который в тот момент на земле был. Согласно шумерским текстам, боги и в дальнейшем вмешивались в жизнь людей, чтобы установить закон и порядок. Они построили земную цивилизацию по типу собственной. Ануннаки явились все-таки законодателями и предшественниками тех законов, по которым стала развиваться человеческая цивилизация. Во многих античных текстах можно найти упоминания о вмешательстве инопланетных цивилизаций в земную жизнь. По этой версии боги не только создали людей, но и завещали им, как жить. В разных цивилизациях Ближнего Востока, Латинской, Нелатинской и Северной Америки и повсюду жрецы и в Египте получали эти знания, по которым дальше развивалась ситуация. Или книга Ману известная. Вот законы Ману, они до сих пор в Центральной Азии существуют и их стараются придерживаться. Это те правила, инструкции для жизни, которые получало человечество от представителей более высоких цивилизаций. Но если на минуту допустить мысль, что в далекой древности Землю посетили высокоразвитые инопланетяне и передали людям знания, то что нам вообще известно об этих богах-цивилизаторах или прародителях. Откуда они родом? Где находилась их планета? Какие там были условия? И что они на самом деле делали здесь, на Земле? Я думаю, что Землю в прошлом посещали многие типы внеземных цивилизаций и разные типы НЛО. И на самом деле я подозреваю, что мы все внеземного происхождения. Потому что существа внеземные пришли не с уровня материи, где мы сейчас находимся, они были с более высших уровней реальности. Оказывается, боги рассказывали о своей родине. Она была одна и та же и расположена не так далеко от нас. Шумеры называли ее Нибиром. Однако в других языках название этой планеты звучало по-своему. По соседству с шумером располагался Египет. Религии этих двух стран во многом схожи. Основная плеяда египетских богов совпадает с шумерскими. Во всех храмах или царских дворцах обеих стран встречается вот такой шар с крыльями. Или со змеями. Везде он означал территорию богов и их планету. По-шумерски – Нибиром. Но в Египте она называлась иначе. Голову великого сфинкса в древности красили красным цветом. Он олицетворял небесное божество или планету, которую египетские астрономы называли «гор красный», он же Марс. И памятник, и соседняя планета в летописях называются «гор на горизонте». В тайных комнатах египетских храмов есть записи о том, что боги приходили с Марса – красной планеты. Марс, он во многом похож на Землю. И это очень удивительно. Это, наверное, две таких планеты, которые, как близнецы, только отличаются размером. Примерно в два раза Марс меньше, чем Земля. Ну, в полтора-два, так надо сказать, между этими значениями. Вот. Ось Земли – 23,5 градусов от плоскости эклиптики. У Марса – 25 градусов. На другом конце Земли также есть указания на планету богов. В Мексике расположен комплекс пирамид Теотиуакан. Как гласят легенды, его возвели боги после Великого потопа. Современные исследователи обратили внимание на пропорции между строениями. Если наложить на схему этого комплекса карту Солнечной системы, то расстояние между пирамидами точно совпадет с расстояниями между планетами. На орбиту Марса попадает пирамида Кецалькуатля. Это было божество индейцев, чье имя означало и пернатый змей, и небесный мудрец. Кроме того, соотношение диаметра Марса к диаметру нашей планеты – 0,532. Точно такая же пропорция между высотой пирамид Кецалькуатля и Земли. Это слишком явное совпадение. Куда делись марсиане – это вопрос очень интересный. Потому что, согласно ведийским преданиям, две волны космических пришельцев в разное время прилетели на Землю. Но самое поразительное и неожиданное доказательство этой теории подарили не археологи, а медики. В разных европейских странах недавно проводились эксперименты по изучению биоритмов человека. Испытуемых помещали в условия полной изоляции от внешней среды. Они не видели солнечного света, не испытывали воздействия электромагнитного поля планеты и не знали, сколько прошло времени. Эти люди работали, ели и спали, подчиняясь своим собственным внутренним часам. И все опыты показали одно и то. Спустя неделю организм человека переходил на 25-часовой суточный цикл. Именно этот период оптимален для организма человека. Во всех языках мира есть поговорки про 25-й час в сутки, которого так катастрофически не хватает. И именно 25 часов составляют сутки на Марсе. Новые факты, добытые археологами и генетиками, отражают совершенно новую картину эволюции на планете. Человек появился на Земле примерно 260-270 тысяч лет назад. Это так называемый пресапиенс, или человек почти современного вида. Генетики доказали, что он возник на континенте Евразия, на просторах от русской равнины до Британии. Он был белокожий, с рыжими или русыми волосами. Это была первая генетическая мутация, которую удалось обнаружить в Евразии. Примерно 130 тысяч лет назад от этой ветви откололась следующая мутация человека и пошла в Африку. Это была первая популяция африканцев. 80 тысяч лет назад произошла новая мутация, от которой примерно 60-70 тысяч лет назад откололась еще одна африканская гаплогруппа. То есть люди изначально появились на территории России, а вовсе не в Африке. В прошлом году и в этом году сделано много докладов по африканской теории, то есть по новому теперь подходу. И я знаю, что в Америке несколько статей опубликовано и несколько докладов сделано. Эти данные можно считать в большей степени достоверными, чем данные, например, по африканской теории, потому что африканская теория, она основана только на антропологических данных. Примерно 50 тысяч лет назад произошел социальный скачок. Люди начали создавать культуры современного типа. Народы расселились по Евразии. С 50-го по 15-е тысячелетия до нашей эры люди уже знали науки и ремесла. Примерно 50 тысяч лет назад произошел такой скачок, он как бы социально-биологический. Люди начали создавать верхнепалитические культуры, то есть это культура, которая еще до недавнего времени называлась культурами современного человека. И вот с этого момента, в общем-то, и пошла история современного человека, то есть которым мы являемся. Примерно в 11-м, 8-м тысячелетиях до нашей эры цивилизация окончательно оформилась. С 8-го тысячелетия наблюдалось постепенное развитие. Потом начали появляться первые государства. Люди были уже современного типа, они уже были совершенно эволюционно образованные, и они в долине Нила, в верховье их, в низовье их Нила, они сделали свою вот эту первую цивилизацию. Дальше она через две стадии развелась, и в 4-м тысячелетии она уже стала зачаткой вот этого египетского государства. Люди были белые, гаплогруппы их, сегодня частично исследованы. Это гаплогруппы Р1-Б, так называемые Эрбины. У нас у Николая II такая группа была, у царя. Исследователи предполагают, что на Земле было несколько отдельных очагов цивилизации, которые довольно долго развивались в изоляции. Более того, прародители этих популяций тоже разные, и вполне вероятно прилетели из разных звездных систем. Этим и объясняется наличие четырех разных рас. На Земле живет несколько видов, биологических видов человека, которые сформировались разными путями, историческими и эволюционными, которые достигли разных высот или разных уровней в развитии, и которые, в общем-то, имеют разные биологические строения, совершенно разные. Однако и у этой теории эволюции есть много спорных моментов. Историки единогласно признают, что древние культуры, шумер, Египет, Индия, возникли будто внезапно и в целостном веке. Об этом говорит их письменность и архитектура. На протяжении веков они не развивали свое достояние, а отчетно пытались сохранить. Эти цивилизации пришли в упадок и были завоеваны варварами именно потому, что не сами создали свое величие. Они лишь пользовались чужими знаниями и в итоге так и не смогли их сохранить. Сначала были боги, потом богов сменили их дети, внуки. У богов были сакральные знания, были те навыки, которыми они могли подчинять окружающий мир, могли все человечество держать у себя в подчинении беспрекословном. Но с течением времени их дети и их внуки утратили эти навыки, эти древние знания и позабыли морально-этические правила, которые были нерушимыми для тех богов, что правили миром. Исторические документы Древней Индии говорят о цивилизации, которая существовала на Земле миллионы лет назад. У нее были космические корабли и самолеты, которые в манускриптах назывались виманы. Также в древних текстах описано древнее оружие, которое мы можем отнести к ягерному. Еще упоминается об огромных городах и других признаках высокоразвитых цивилизаций, от которых не осталось никаких следов. Что же с ними случилось? Они деградировали настолько, что одичали и разбрелись? Или же их настигла беда, предотвратить которую было не в их силах? Многие мои идеи основаны на древнеиндийских манускриптах, в которых говорится о цикличности времени. Базовая единица такого циклического круга называется Калпа, или День Брахмы. Она длится 3 миллиарда 320 миллионов лет. За ней следует Ночь Брахмы, которая также длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. В соответствии с древнеиндийским космологическим календарем, мы сейчас находимся в середине Дня Брахмы. День Брахмы делится на 14 подциклов, каждый из которых длится по 300 миллионов лет. Между ними происходит некий катаклизм, который уничтожает часть населения Земли. По верованиям индусов, мы сейчас находимся на седьмом цикле. Следовательно, до нас было 6 вселенских катастроф. Если вы начнете копаться в современной палеонтологии, современные палеонтологи вам скажут, что в истории жизни на Земле, которая началась около 2 миллиардов лет назад, происходило около 6 серьезных катастроф, которые уничтожали большинство экземпляров того, что существовало на Земле. Такие уничтожения происходили через каждые несколько сотен миллионов лет, последние из которых – это уничтожение динозавров. Хотя Атлантида, Лемурия или любая другая исчезнувшая процивилизация пока не найдена, отдельные археологические находки в мире позволяют утверждать, что все же на Земле до нас жила некая раса, возможно, уничтоженная глобальным катаклизмом. Циклические периоды в галактике приводят к тому, что наша планета попадает под разрушительные космические воздействия, и жизнь как таковая исчезает в прежней форме. Динозавры вымерли там и все остальные. Так вот, прежние цивилизации, скорее всего, погибли из-за космических причин, а не из-за того, что сами себя изжили. В 2007 году индийский журнал «Хинди Войс» опубликовал фотографии. Они произвели эффект разорвавшейся бомбы. На снимках был изображен скелет великана Ростом. Присылает вот мне, например, присылает фотографии с какими-то, вот, будут там скелеты огромные, огромные черепа и все прочее. Но как приезжаешь на то место, всего этого дела нет, и все говорят, что вот куда-то унесли, куда-то кто увез. Докторы медицинских наук, исследователи необычных явлений Эрнста Молдашева следы гигантов привели в Сирию, в местечко Айн-Дара. Экспедицию в этот район спешно организовали сразу после того, как по почте пришел фотоснимок с изображением отпечатка огромной человеческой ступни. Подпись под фотографией утверждала, что ее длина 90 сантиметров. Это почти в три раза больше, чем у взрослого человека. У меня было много экспедиций в поисках гигантов. И вы знаете, вот, и все время у меня возникали сомнения, на самом деле ли они существовали, даже несмотря на то, что древнетибетские тексты и Блаватская писала, что на Земле воистину существовали гиганты. Ученые отправились в экспедицию и вычислили. Рост гиганта из Сирии мог достигать 10 метров в высоту при массе около 3,5 тонн. В том же месте, на территории древнего храма, были обнаружены еще несколько похожих следов. Сам храм вызвал у исследователей не меньше вопросов, чем следы возле него. Его построили из огромных плит из черного базальта. Что интересно, до ближайшего месторождения этого камня около 700 километров. Эрнст Молдашев был очень удивлен, как эти громадные плиты были доставлены к месту постройки храма на вершину горы. Вот Бальпийский храм. Он построен. Ну, примерно вот из блоков где-то 500 тонн, 1000 тонн и все прочее. Вот эти самые большие 2000 тонн. Ну, давайте представим, что КамАЗ поднимает 15 тонн, не более. Как древние люди могли это все строить? Является ли это фактом в пользу того, чтобы Альбек построили боги или гиганты? У всех народов мира в легендах и преданиях есть сходные сюжеты, которые повествуют о могуществе богов. Эти легенды во многом совпадают, когда речь идет о глобальных катастрофах. Создается впечатление, что некие сверхъестественные существа долгое время жили рядом с людьми, но после серии планетарных катаклизмов исчезли. Что стоит за этими мифами? Неужели люди после серии бедствий убедились, что высшие силы покинули их? Или же за мифами стоят реальные события неизвестной истории человечества? Почему в результате космических катастроф боги погибли или ушли, а люди остались? И насколько правы эксперты, которые прогнозируют, что в результате глобальной ядерной войны человечество исчезнет, а останутся только черви, крысы и тараканы? Совсем скоро Земля может стать непригодной для жизни, и человечество задумается о переезде на другую планету. Земля — общий дом более чем для 7 миллиардов человек. Пищи и ресурсов хватит еще надолго, да и перенаселение пока что нам не грозит, если не говорить об отдельных странах. Однако ученые уверены, что вечно такая относительная идиллия не сможет продержаться, и пусть не в ближайшее время, но когда-то наша планета перестанет быть пригодной для жизни. Почему люди не осваивают другие планеты уже сейчас? Знаете такое выражение, пока жареный петух не клюнет? Вот и мы так же. Зачем куда-то лететь, если и здесь хорошо? На нашей планете комфортно, есть еда, вода и интернет. А на других планетах пусто, и они обещают большие проблемы. Интернета точно не будет. Так что для колонизации космоса нам нужна весткая причина. Ей может стать экологическая катастрофа или очень серьезный бизнес, возможность делать огромные деньги. Тогда на других планетах обязательно возникнут вахтовые поселения. А есть ли у нас выбор? Как ни странно, но выбор у нас есть и довольно большой. Но для освоения планеты сначала нужно заняться ее терраформированием, то есть подготовкой для жизни. Терраформирование подразумевает под собой изменение климатических условий планеты, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Кроме этого, важна гравитация, не меньше, чем одна пятая от земной. Иначе человеческий организм просто не выдержит. Таким образом, можно заключить, что нам требуется небесное тело достаточных размера и веса с обязательным наличием воды. Давайте же рассмотрим топ-5 планет, которые может колонизировать человек для будущего поселения. Пятое место. Меркурий. Среди других объектов Солнечной системы планета Меркурий рассматривается как кандидат для колонизации. Лучше всего заселять район полюсов, так как там имеются ледяные шапки, пока что предположительно, и минимальные суточные перепады температуры. На Меркурии не будет проблем с энергией благодаря близкому расположению к Солнцу. Да и на полезные ресурсы эта планета богата, жаль только не на пищевые. К достоинствам Меркурия можно отнести наличие магнитного поля, которое сможет справиться с солнечным ветром и космическим излучением, хотя не так эффективно, как Земля. Но близость к Солнцу и отсутствие более-менее плотной атмосферы делают Меркурий не столь привлекательным в плане колонизации. Но и бонусным недостатком является продолжительность суток в 176 земных. Терраформирование в таких условиях просто нецелесообразно, поэтому придется обходиться колонией под землей. В любом случае, организация возможности проживания человека на Меркурии будет довольно длительной и трудозатратной. Из-за гравитации Солнца даже сам перелет будет чрезвычайно энергозатратным и опасным. Именно поэтому лишь пятое место. Четвертое место. Луна. Луна, да, это не планета, наиболее привлекательна тем, что полет к ней составляет всего три дня. И построить там базу не так затратно, как на других космических объектах. На спутнике Земли была обнаружена вода, небольшое количество которой обнаружено на полюсах. Собственно говоря, и все. Более Луна ничем не привлекательна как место для переселения. К сожалению, среди всех рассмотренных вариантов терраформирование Луны, пожалуй, будет наиболее сложным. Она лишена и подходящей для жизни атмосферы, и существенного магнитного поля, так что от метеоритов и радиации защиты практически никакой. К тому же, нужно решать проблему всепроникающей лунной пыли, которая не только портит оборудование, но и проникает в легкие человека. В общем, для создания земных условий на Луне придется сильно постараться. Третье место. Венера. Она соседка Земли и по совместительству одна из самых горячих планет в нашей системе. Всему виной плотнейшие облака, которые удерживают полученное тепло в атмосфере. Из-за этого средняя температура на планете составляет 477 градусов по Цельсию. Тем не менее, если решить проблему с облаками, то вполне реально получить в итоге условия, подобные земным. К тому же, добираться до Венеры гораздо проще, чем к любой другой планете. Венеру заслуженно называют близнецом Земли, так как их диаметр и масса очень схожи. Кроме решения проблемы чрезвычайной жары, человеку придется решать проблему с водой, которой на Венере не обнаружено. Но все же есть надежда, что где-то в недрах планеты она есть. Неприятен и тот факт, что без облаков Венера может оказаться подвержена радиации из-за слабого магнитного поля. Ученые уже имеют представление о том, как подготовить Венеру к активному троформированию. Можно установить специальные экраны между планетой и Солнцем, которые снизят поток солнечной энергии, что позволит значительно снизить температуру. Менее изящным способом является бомбардировка Венеры кометами и астероидами, которые несут лед. Таким образом, колонизация Венеры вполне возможна, пусть и не в ближайшем будущем. Ведь сейчас для этих целей человечеством выбрана иная планета. Второе место. Титан. Спутник Сатурна не является планетой, но в наш перечень очень колоритно вписывается. Это одно из немногих мест в Солнечной системе, где на данный момент возможно существование жизни, кроме Земли, конечно, хотя бы в самой примитивной форме. Согласно актуальным исследованиям, на Титане имеется углерод, водород, азот и кислород, все необходимое для жизни. К тому же достаточно плотная атмосфера обеспечивает надежную защиту от космического излучения. На Титане есть все необходимое для жизнедеятельности колонии, от воды до возможности получения ракетного топлива. Титан очень привлекателен в экономическом плане, так как жидких углеродов там в сотни раз больше, чем всех нефтяных запасов на Земле. К тому же все эти сокровища находятся прямо на поверхности спутника в виде озер. Человеку на Титане может навредить низкое давление, низкая температура и наличие оцианистого водорода в атмосфере. Без специальных скафандров на первых порах не обойтись. Неприятным фактором является и гравитация, которая ниже нашей в 7 раз. Из-за этого наш организм может пострадать. А еще там нередко бывают сильные землетрясения. Первое место. Марс. Именно Марс претендует на планету, которую человек колонизирует первой. Красная планета подходит для создания жизнепригодных для человека условий, по словам ученых, на сегодняшний день в наибольшей степени. Неоспоримым преимуществом Марса является возможность производства пищевых ресурсов, кислорода и стройматериалов на месте. Это неоспоримый плюс перед другими вариантами планет Солнечной системы. Все это позволит осуществить задачу терраформирования, что в конечном итоге позволит создать земные условия. Человеку будет гораздо проще привыкнуть к марсианским суткам, которые составляют 24 часа и 39 минут. Животные и растения тоже будут в восторге. На Марсе точно есть вода. Это подтверждают последние исследования ребят из НАСА. А вода – это жизнь. Она, правда, в замороженном состоянии, но есть предположение, что на Марсе обширные подземные запасы. Тамошняя почва при дополнительной обработке пригодна к выращиванию земных растений. Красная планета серьезно рассматривается как место для создания колыбели человечества на случай, если на нашей планете произойдет глобальная катастрофа. Правда, пока это далекая перспектива, а сейчас на Красную планету смотрят скорее как на место, где возможно проводить интересные исследования и эксперименты, которые на Земле проводить опасно. Среди главных проблем, которые нужно решать, выделяют слабое магнитное поле Марса, разряженную атмосферу и гравитацию, равную 38% от земной. Для защиты от радиации нужно создать нормальное магнитное поле, что при нынешнем развитии нашей науки пока нереально. С текущей атмосферой тоже придется что-то решать, так как она не удерживает ни тепло, ни воздух. Среднесуточная температура на Марсе минус 55 градусов по Цельсию. К тому же атмосфера Красной планеты не обеспечивает должную защиту от метеоритов. Так что пока не решится проблема с оптимальной атмосферой, придется жить в специальных жилых помещениях. Фактор более низкой гравитации подвергнет организм человека большим испытаниям, ему придется перестраиваться. Еще одной неприятностью на Марсе являются его знаменитые песчаные бури, которые сегодня очень плохо изучены. Однако уже рассматриваются различные методы решения этих проблем, когда организация жизни на многих других планетах пока выглядит как фантастика. Сегодня исследование Марса препятствует дороговизна полетов. Конечно, ведь правительства всех стран считают, что лучше тратить миллиарды на вооружение, чем на покорение других миров. Так что будем надеяться, что мы успеем организовать на Марсе хотя бы города со своей атмосферой до того, как окончательно загадим Землю. Полет на Марс занимает около девяти месяцев, но в обозримом будущем намечаются разработки новых двигателей, которые значительно смогут сократить это время. Если сравнивать с полетом к Меркурию, то энергозатраты просто мизерные, не говоря уже о сравнении с межзвездными перелетами. В общем, Марс оптимальный вариант в плане соотношения пригодности для жизни и расстояния от Земли. Уже в ближайшие двадцать лет человек высадится на Марсе. Это будет большой полезный опыт в плане освоения других планет. Сегодня о массовом переселении землян и речи быть не может, да и необходимости пока нет. Но зато мы точно знаем, есть не одна планета, которая может стать нашим новым домом. На сегодня все. Понравилось? Поддержи лайком. А мы полетели дальше. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал.